Почему 13 и 4 несчастливое число? История, мистика и тайна происхождения. Сегодня мы будем обсуждать тайну страшного и признанного числа 13 несчастливым практически всем миром. Мы узнаем, почему одни западные люди боятся несчастливого числа 13, а больше самой смерти, а те, кто живут на Востоке, считают числом смерти число 4. Ну и, конечно, для более глубокой пользы и саморазвития мы поговорим про тайный магический смысл числа 13 в нумерологии, его историю, мистику, суеверия с ним связаны, тайну происхождения и многое другое. 4. Несчастливое число. Но и тут на самом деле не все так радостно и оптимистично, ведь 4 в некоторых, особенно восточных странах считается несчастливым числом, а иногда даже прямым аналогом числа 13. Выходит, мы двигаемся из одного несчастливого числа в другое, что начинает напрягать еще больше. Но начнем с 4, потому что число 4 – несчастливое число, ведь если 13 еще понятно, то 4 почему несчастливое? Для этого давайте перенесемся мысленно на Восток, в Японию. Оказывается, что японский язык – это единственный язык, который я хоть немного изучал, из тех, кто до сих пор сохранили в себе настоящую тайну несчастливых чисел. Остальные языки слишком часто упрощались и переписывались, что в итоге потеряли секрет этой страшной тайны, либо уже сразу намеренно создавались такими, чтобы уменьшить количество думающих и понимающих людей без специального образования. Почему число 4 – несчастливое? Ну да ладно, не будем сегодня ударяться в лингвистические дебри и проблемы мировых языков. В любом случае, японцы настолько консервативны, что оставили это слово в своем языке. И теперь слово 4 у них имеет одинаковое звучание в речи со словом «смерть». Хотя говорят, что раньше у евреев число 13 слово «смерть» также писалось одним знаком, и даже была 13-я буква древнееврейского алфавита «мэм», которая по невероятному стечению обстоятельств одновременно была и символом самого бога. Ну ладно, лично я не знаю этого языка, да и давно это уже было, поэтому вернемся к японцам. «И смерть» и «4» на японском звучат примерно как «ши» или «ши». Естественно, японцы не очень любят употреблять в речи традиционное произношение числа 4, которое, думаю, теперь и без объяснений понятно, почему считается несчастливым. Поэтому находчивые японцы даже придумали еще одно альтернативное произношение этого числа. Суеверия, связанные с числом 13. Но при всем этом и это произношение употребляется часто. А также, естественно, что ни один нормальный японец не хочет поселиться в отеле на четвертом этаже в номере 444. Ведь только услышав, что ему предстоит жить в номере «смерть-смерть-смерть» на этаже «смерть», у него сразу испортится настроение и вспомнится старые суеверия, связанные с числом 13 и 4. И он наверняка предпочтет найти какой-нибудь другой отель. Не стоит винить суеверных японцев, ведь и в Европе, и в Америке, где самым несчастливым числом считается именно номер 13, не так мало своих суеверий, связанных с этим числом. Ведь сейчас в Европе и Америке и на судах отсутствуют каюты под номером 13, и даже в некоторых домах и отелях иногда обходятся без 13 этажей и номеров. Вместо них делают этажи 12А или 12Б или 12 плюс 1, или вообще неожиданно перескакивают на 14. Также и на самолетах обычно нет 13-го ряда кресел, а на обед обычно не приглашают 13-го человека. Даже в оперных театрах Италии отсутствует кресло с этим несчастливым номером, как, собственно, и в суперсовременных автогонках «Формула-1». Обходятся без машины номер 13, а за 12-й сразу идет 14-е. Иногда доходят даже до смешного, даже существовала профессия 14-го гостя, которого приглашали на обед за компанию. Ведь считалось, что в течение года один из гостей умрет, если обедающих будет именно 13. Странное совпадение, и тут мы видим суеверия, связанные со смертью и числом 13. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем. Связь числа 13 и числа 4. Хотя странное, но, конечно, для простых людей, а те, кто разбирается хотя бы в самых азах такой науки, как нумерология, сразу скажу, что 4 и 13 – по сути одно и то же число, ведь в некоторых вариантах нумерологии принято считать только числа от 1 до 9, а все остальные принято просто складывать между собой, тем самым упрощая до нужной цифры, из которой уже и делают окончательный вывод. Нумерология и число 13. И тогда нехитрый математический подсчет расскажет нам великую тайну о том, что число 13 в нумерологии равно 1 плюс 3, что в свою очередь, естественно, равно 1 плюс 3, равно 4 4. Соответственно, число 4, которое называют смертью на Востоке, и число 13, считающееся несчастливым или также несущим смерть на Западе, это по своей мифической и эзотерической сути одно и то же число. Почему число 13 – несчастливое число? Вообще, почему именно 13 считается несчастливым числом, сказать довольно трудно. Вернее, вариантов ответа довольно много, но никому неизвестно, какой из них более точно. Сейчас вы получите только половину, а через статью я еще дам вам достаточное количество вариантов происхождения в истории, религии, мифологии этой цифры, но пока пойдем дальше. Самым первым и древним вариантом происхождения недоверия и страха к числу 13 считается еще древнее время, когда люди только учились читать. Человек сразу догадался, что считать по пальцам проще всего. Так и появился счет чисел до 10. Затем получилось к заветной десятке прибавить еще две руки, и получилось число 12. А дальше варианты счета древнего человека подходили к концу, и начиналась страшная и пугающая неизвестность. Соответственно, число 13 – это переход к неизвестности, а неизвестность часто сравнивается со страхом смерти. Есть и более поздние варианты происхождения суеверий в религии и нумерологии, связанных с этим числом. Например, в некоторых вариантах наука нумерология часто 13 считает прототипом идеального числа дюжиной, поэтому символизирует завершенность и даже совершенство. Поэтому иногда считается, что прибавляя числа к 12, вы выступаете против признания совершенства, гармонии и завершенности идеального мира, чем естественно навлекаете на себя неудачи, организованные вселенной и даже божью немилость. Кроме того, известный всем 13-й аркан, давно признанный самой мудрой колодой карт Таро, также называется смерть, а его числовое значение также неожиданно равно 40. Вы еще помните, сколько будет 4 плюс 0? Также вы наверняка знаете, что конец календаря мая, как ни странно, почему-то тоже содержавшего не 12, а 13 месяцев, был назначен на день 13-го Бактуна и считался датой апокалипсиса или, другими словами, конца света в 2012 году. Научное подтверждение влияния числа 13. Ну и ладно бы это все заканчивалось простыми, ничем не подтвержденными словами и никак не влияло на нашу реальную жизнь. Но первые ученые, всерьез взявшиеся за выявление подобных статистических закономерностей и развенчание подобных мифов, сразу же обнаружили, что именно по четвертым числам каждого месяца смертность американцев от сердечного приступа выше примерно на 7%, чем другие дни. А для людей, которые страдают хроническими сердечными заболеваниями, этот показатель вообще составил неожиданный для всех и нашу мифический 13%. Ученые, конечно, объяснили это не мифическими причинами, а наоборот, ввели даже новые понятия в медицину, называемые эффектом Баскервилля, в честь книги известного писателя, чем медики и ученые якобы поясняют, что люди умирают не от изменений в диете или образе жизни, употребления алкоголя и курения, а именно психологическую боязнь нашего мистического, неудачливого и порой смертельно опасного числа 13. Кстати, есть даже медицинское название – фобии или боязни номер 13. Триско-эдэкофобия или тердэкофобия. Вот вроде бы все хорошо и логично, только это никак не поясняет всей той чертовщины и несчастья, которые творятся на Земле повсеместно дополнительно к процентному увеличению смертности среди людей в такие дни, что заслужило признанием чисел 13 и 4 самыми несчастливыми числами на планете. Хотя нет, подождите, а почему ж тогда многие более мудрые народы прошлого, старого времени почитали и даже считали число 13 счастливым? Наверняка спросите вы. Если эта коварная тринадцатка несет только одно разрушение и смерть по Земле, а вот ответ на этот вопрос и разгадку страшной тайны несчастливого или на самом деле счастливого 13, вы узнаете уже из следующей статьи о счастливом числе 13 и его более глубоком эзотерическом значении, доступного только немногим посвященным. А также читайте на нашем портале обучения и саморазвития о тайне пятницы 13, о происхождении современных городских легенд и даже альтернативную историю ранее великих цивилизаций прошлого. Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok